Вот уж поистине юбилей, которому особо-то и не рады. К 135-летию цирка Ченезели готовились заранее. Многочисленная афиша в городе, реклама по телевидению, да и само название программы «Арена собирает друзей». Кажется, впереди безоблачное будущее новой постановки. Но, как показывает сегодняшнее представление, у петербургского цирка не так уж много друзей. Московское руководство юбилей проигнорировало. Наблюдая за таким торжеством, впору задаться вопросом, а не прощальный ли это их поклон. На арене награждают бессменного генерального директора цирка Григория Гапонова. Но то ли в городском парламенте данные устарели, то ли переписывать грамоту не захотели. Всё к одному. Парламентарии ошиблись. Григорий Гапонов больше не руководитель цирка. Заявление об уходе он написал незадолго до юбилея. За свободу, да, будем бороться, потому что только благодаря свободе цирк из конюшни, который был 25 лет, превратился в учреждение культуры, которое знает весь мир. Цирковой и не только. Накануне празднования цирк попал под пристальное внимание Министерства культуры. Его спровоцировала критика братьев Запашных. Известные дрессировщики обвинили действующее руководство цирка в некомпетентности и в отсутствии, что называется, коммерческой жилки. По их мнению, петербургский цирк сегодня – это убыточное предприятие с устаревшим оборудованием. Буквально за месяц до юбилея в Петербург приехали ревизоры из Министерства культуры. Результаты проверки неизвестны до сих пор, но чиновники назначили дату конкурса на должность нового директора. Правда, потом ее перенесли на январь. Все руководство цирка сейчас работает на временной основе. Вполне вероятно, что уже в январе петербургский цирк лишится своей самостоятельности и войдет в состав концерна «Росцирк» и потеряет значительную часть своего репертуара. Я внучку вожу. Главное, обезьянки будут, собачки будут, лошади будут. Первый вопрос. Я не против гимнастов, не против современной, качественной шоу, чтобы было без животных, все немыслимо. Пока же петербургская арена напрямую подчиняется Министерству культуры. Формально под руководством Минкульта и день рождения справляет. Хотя понятно, что мнение нынешнего руководства в процессе смены декораций учитывать не будут. Негласно за это говорит и тот факт, что несмотря на приглашение ни один московский чиновник не присутствовал на юбилее старейшего цирка страны. Валерий Финев, Дмитрий Пожилов, Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург.